МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Несомненно, событием, затмившим все события, все произошедшие факты и истории, которые были у нас в эти длинные выходные, в эти 10-11 дней, было событие, случившееся в конце этого периода, 11 мая, и я говорю о трагедии в Казани. Сумасшедший юноша, возомнивший себя богом, убил 9 человек и ранил 21. Пожалуй, это одна из самых крупных трагедий, случившихся в общественных местах в Российской Федерации. Да, приходит на ум история в Керчи, да, были еще случаи, но здесь какая-то совершенно запредельная жестокость, какая-то внезапность и прочее, прочее. Я лично и коллектив нашего канала выражаем глубочайшие соболезнования родственникам погибших и пострадавших в этой трагедии, выражаем свою поддержку Республики Татарстан и надеемся, что все будет сделано для того, чтобы осознать, осмыслить и предотвратить подобные события в будущем. Уже звучат многочисленные заявления чиновников о том, что они очень много сделали для безопасности школ, но, видимо, недостаточно. В частности, об этом говорила Валентина Матвиенко, заунывно упоминая бесчисленные распоряжения, приказы и повелевания верховной власти о том, чтобы навести порядок в части охраны школ. Но мы видим опять в Казани, что одну из самых крупных городских школ охраняла одна-единственная вахтерша, никакой Росгвардии, никакой полиции. Кстати, о Росгвардии неплохо было бы задуматься, что же делают в мирное время, когда на улице нет протестующих, несколько сотен тысяч вот этих хорошо откормленных дармоедов. Может быть, стоит их отправить на охрану школ, больниц и еще каких-нибудь общественных заведений. Несмотря на всю трагичность этой ситуации в Казани, она выявила и свойства общества. Я говорю о реакции башкирского общества, которое, кстати говоря, меня вполне себе порадовало. Практически единогласно, единодушно жители Башкирии, обитатели соцсетей и просто люди, находящиеся в медийном пространстве, высказали свою поддержку, высказали свою скорбь, возмутились вот этим событием. Ну, конечно, не все. Есть среди нас и, как говорится, белые вороны. Аналитика говорит о том, что, несмотря на то, что 99,9% жителей Республики Башкортостан нормальные, и скорбят по этому поводу, но есть единицы всяческие. И вот, в частности, заметные фигуры. Ростислав Мурзагулов, Шамиль Валеев, господин Бузыкаев, придворный художник. Вот именно эти люди никоим образом не высказали своей скорби или сочувствия, видимо, понимая, как будет диссонировать это все с тем шквалом татарофобии, которую мы замечали от этих людей в последние месяцы, но выглядело это на самом деле отвратительно. Регулярный обзор оперативного совещания в правительстве, но на самом деле этот обзор будет состоять из двух частей. Из обзора оперативки, которая случилась внезапно в разгар выходных, 7 мая, ради Хабиров, вернувшись из заграничного отпуска, зачем-то собрал небольшое совещание, на котором заслушал всего два доклада. Загоревший до нельзя глава республики Башкортостан возжелал услышать доклады руководителя регионального управления Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения. Но так как оперативка 7 мая была абсолютно внезапной и действительно, вот она не была заявлена заранее, о ней не было никакого анонса, и я подозреваю, что сами чиновники об этом совершенно точно не знали, в общем, получилось все очень смазано и странно. Первый доклад был сделан новым руководителем управления Роспотребнадзора в республике Башкортостан Анной Казак. Вот по ней было точно видно, что женщину застали врасплох. Честно говоря, то, что творилось у нее на голове, не поддается такому внятному описанию. Судя по всему, она очень быстро, спешно собиралась на совещание и была предупреждена примерно за полчаса, и, вероятнее всего, ей пришлось добираться на работу либо с открытым люком автомобиля, либо прямо на броне танка. Но, несмотря на тяготы и лишения военной службы, Анна Андреевна собралась и поведала нам важные вещи. В частности, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в республике Башкортостан исключительно стабильная и спокойная, что республика Башкортостан занимает 82-е место по заболеваемости в России из 85 возможных, и что заболело всего 36 тысяч и 42 человека. Впрочем, Анна Андреевна с тревогой сообщила о том, что вакцинация в республике буксует, и показатели тестирования в республике Башкортостан не достигнуты. По ее мнению, необходимо активизировать все эти процессы и перестать отставать хотя бы в этом. Анна Андреевна отметила достаточно обширное нарушение масочного режима и выявление очага заболевания индийским штаммом вируса COVID-19 среди индийских студентов, обучающихся в башкирских вузах. Выслушав до нельзя растрепанную женщину в красном мундире, Хабиров заговорил тоже про Индию, сообщил, что ситуация в Индии просто ужасная, что в день погибает около 4 тысяч человек. Ну, собственно, кстати, цифра в 4 тысячи человек вполне себе коррелируется со смертностью в Российской Федерации, если просто соотнести население Индии и России. В Индии живет примерно в 10 раз больше, чем в России человек, соответственно, и смертность от COVID-19 должна быть в 10 раз больше. А это именно так и есть. Ну, собственно, как заверил Ради Фаритович, внешний контур страны небезопасен. Вслед за растрепанным руководителем Роспотребнадзора выступала первый заместитель министра здравоохранения Зинурова Гульнара Фуатовна. Совсем недавно назначена на эту должность. Почему-то она считается близкой родственницей Ради Хабирова, что, собственно, не доказано до сих пор, и в чем я на самом деле сомневаюсь. Гульнара Фуатовна поведала нам о статистике заболеваемости COVID-19, сообщила, что уже 367 тысяч доз вакцины доставлено в Башкирию, а это 19,3 от плана вакцинирования. Сообщила, что 284 тысячи человек вакцинированы первым компонентом и 192 тысячи вакцинированы вторым. И вот именно в этот момент невыявленная родственница Хабирова начала жонглировать цифрами. Заявляя, что 284 тысячи вакцинированных первым компонентом составляют 15% от населения, Гульнара Фуатовна, конечно, кривит душой. На самом деле это 7,1% населения. Однако оказалось, что она оперирует процентом от необходимого. То есть здесь мы видим такую интересную ситуацию. Чиновники понимают, что вакцинирование действительно в Башкирии провалено, что нормальных, реальных, серьезных цифр назвать не удается. То есть процент вакцинирован действительно очень низкий. И они придумали называть не процент от населения, а процент от какого-то там мифического процента. Процент от необходимого процента. И он у них прямо на глазах подрастает. Но однако, если мы включим калькулятор и приведем 7,1% к 60% необходимой вакцинации, мы получаем не 15%, все равно, Гульнара Фуатовна, все равно не 15%, мы получаем всего лишь 11,8%. Ну, в общем, я уже не удивлен тем, что представители Минздрава Республики Башкортостан, будь они родственники Хабирова или не будь они родственники Хабирова, они все равно склонны к фальсификации статистики, к завышению цифр и к какой-то совершенно ложной отчетности, которая почему-то им видится спасительной. Выслушав Гульнара Фуатовну, Хабиров резюмировал, что необходимо преодолевать негативную пропаганду против российской вакцины, а также посетовал, что очень медленно распространяются вакцины в республике, и задал вопрос, а если завтра еще 300 тысяч вакцин придет, куда девать будем, солить? В общем, ругался Радий Фаритович, но в этот момент трансляция внезапно оборвалась и больше не возобновилась. Вот это было очень странное оперативное заседание, складывалось впечатление, что кто-то либо свет выключил в помещении, либо деньги кончились у них на счету, ну, в фанете, ну, в общем, не попрощавшись, ни здрасте, ни до свидания, на этом вот эта микрооперативка закончилась. 11 мая состоялась регулярная оперативка в правительстве, и началась она с кадровых назначений. Собственно, они были незначительны в таком, уж, ну, говоря, республиканском масштабе, но примечательны. В частности, я говорю о назначении главы Аскинского района, им назначен Юсупов Денис, толковый парень, и я, честно говоря, очень удивился вот этому назначению, ну, в контексте последних событий, когда на свет божий вытаскиваются не пойми кто, но вот, по крайней мере, господин Юсупов у меня вызывает некое воодушевление в плане того, что возможно, что в Аскинском районе теперь дела наладятся. Ну, и еще отстранен от своей должности господин Терехов глава Межгория, но там, насколько мне известно, ситуация связана с неким расследованием уголовного дела, и, судя по всему, в общем-то, ситуация там жаркая, решили на всякий случай господина Терехова в сторонку отодвинуть. Место главы района муниципалитета занял его зам, ну, в общем, я так полагаю, что это промежуточное решение. Далее перешли к приятному, к поздравлению. Собственно, речь зашла о семикратной чемпионке мира по стоклеточным шашкам Тамаре Танцелкужиной, которую поздравляли и награждали Орденом Дружбы Народов Республики Башкортостан. Хабиров светился от счастья. Тамаре Танцелкужиной предоставили слово. Она заверила, что и в дальнейшем не подведет республику, что все было трудно, но вполне себе решаемого. Очень хвалило поляков, которые замечательно организовали чемпионат мира, что немножко диссонировало с общей политической повесткой. Но тем не менее. Я тут отмечаю на полях то, что, видимо, для того, чтобы тебя заметили в Белом доме и хоть как-нибудь отметили успехи мирового масштаба, необходимо семь раз не меньше стать чемпионом мира по какому-нибудь виду спорта. Тогда тебя пригласят, наградят и заметят. Очень комично выглядело, как Хабиров поручил Сидякину развивать и приглядывать за стоклеточными шашками в Республике Башкортостан. Вообще складывается впечатление, что Радий Фаритович изо всех сил старается хоть чем-нибудь занять США Сидякин. Стоклеточные шашки, вакцинация, приглядывание за главами, организация всевозможных праздников, разных торжеств и так далее. Все это ложится на плечи Саша Сидякин. Видимо, лишь бы только он не занимался развитием лифтового хозяйства Республики Башкортостан, своего прямого призвания и хобби. Но, в общем, Радий Фаритович нагружает все больше и больше своего талантливого руководителя администрации. Вот теперь он будет заниматься стоклеточными шашками. Как обычно, первый доклад был предоставлен господину Забелину, но, собственно, он не сказал ничего нового относительно того, что прозвучало 7 мая, потому ваше время отнимать не будем. Но обсуждалось два момента, которые были связаны с COVID-19. И речь идет о сабантуях и выпускных вечерах. Почему-то от имени Единой России господин Сидякин выдвинул предложение разрешить родителям поприсутствовать на выпускных вечерах. Ну, видимо, так бедна сейчас повестка партии власти, что они по любому поводу будут себя вытаскивать на передний план. Хабиров уклонился от прямого решения этого вопроса, поручил этот вопрос исследовать Министерству образования, и Министерству здравоохранения и предложить свои соображения. Далее заговорили о сабантуях и о том, проводить их или не проводить в контексте пандемии. И тут Хабиров тоже уклонился от решения вопроса на месте. Сказал, что он, если бы сейчас решался вопрос, то он бы разрешил, но давайте отложим до 24 мая. Вообще, на этой оперативке впервые и явственно прослеживалось то, что Хабиров начинает делегировать свои полномочия и решения специалистам. Это очень отрадно, потому что до этого времени Хабиров принимал от своего имени решения по любому вопросу. Дорожное строительство, медицина, образование, все что угодно, полеты в космос Хабиров мог на месте решить. Вот тут мы видим ситуацию, когда человек вовремя опомнился, и мы отмечаем, что он совершенно резонно делегирует исследование вопроса и выдвижение предложений компетентным министерствам и ведомствам. Что, собственно, правильно так и должно быть. Второй доклад был самым кратким и самым ярким. Вторым докладчиком оказалась все та же Анна Андреевна «Казак». Докладывала она две с половиной минуты, и, судя по всему, цель доклада была показать, что не все так плохо на голове у Анны Андреевны, потому что в этот раз она была причастна абсолютно безупречно, в лучших традициях военного ведомства. Очень здорово все гляделось, хотя по содержанию доклад был абсолютно пуст от слова совсем. Триединый доклад о ситуации на дорогах в ЖКХ и ФЧС был достаточно понятным и простым. Отмечаю в очередной раз всплеск смертности на дорогах. Господин Жульков доложил нам о том, что погибло уже 19 человек за отчетный период и 121 человек на протяжении 2021 года погибли на дороге Башкортостана, что на 10 уже превышает уровень прошлогодний, который тоже, в свою очередь, не устраивал по нормативам ради Хабирова. В общем, здесь мы, пожалуй, ставим точку в своих сомнениях относительно того, удастся ли господину Жулькову выполнить план, поставленный Хабирову. И я могу заявить, что нет, не удастся. Смертность на дорогах в этом году опять вырастет. Господин Жульков на этом совещании сделал еще один доклад. Собственно, он был очень важным и речь зашла о готовности к дорожно-строительному сезону 2021 года. Господин Жульков в начале своего доклада изложил статистические данные по своему ведомству и сообщил, что общий дорожный фонд Республики Башкортостан, собранный из всех источников финансирования, составляет 26,6 миллиарда рублей. Пожалуй, что это самый крупный кусок бюджета после Министерства здравоохранения. 26,6 миллиарда рублей – это очень много. Однако господин Жульков обмолвался о том, что из этих 26 миллиардов, 5 миллиардов – это ассигнование на строительство восточного выезда. Согласитесь, тоже достаточно большая доля от общего. Но что же будет сделано на эти деньги? Вкратце можно сказать так, что будет отремонтировано 950 километров дорог, но из них 215 – это грунтовые дороги, которые будут подводиться к местам массового строительства, те самые песчаные дороги Хабирова, и будет построено всего 28 километров дорог. То есть заново в Республике на эти безумные миллиарды построят всего 28 километров дорог. При этом будет построено и отремонтировано 34 моста. Вот здесь господин Жульков допустил тоже некое лукавство, потому что построить и отремонтировать – это, прямо скажем, разные вещи. Однако он в общую цифру это все дело объединил. Показательно, что, говоря о ремонте улиц в Уфе, господин Жульков, во-первых, сослался на Грекова и сказал, что это не мое дело, пускай Греков рассказывает. Но при этом Жульков даже не упоминал улицу Комсомольская, говоря только о реконструкции улицы 8 Марта. Такое ощущение, что улицу Комсомольскую, в общем-то, ремонтировать теперь и не собираются. Далее содокладчиком Жулькова вызвали действительно Грекова, почему-то по видеосвязи. Не знаю, почему его не приглашают в зал, ну, в общем-то, недалеко живет, в городе Уфе. Мог бы и подъехать в Белый дом, но да ладно. В общем, по видеоселектору господин Греков сообщил нам о том, что всего в городе отремонтируют за ближайший сезон 46 километров дорог. Что, скажем, на самом деле очень немного для города Уфы, учитывая, что город имеет довольно большую протяженность, много длинных трасс. Ну, вот 46 километров, разбитые на несколько кусков, это достаточно скромно. Примечательно, что в рамках пресловутого проекта «Единая Россия» безопасные и качественные дороги и вовсе в Уфе будет отремонтировано всего 19 километров дорог, что, на самом деле, конечно, ничтожная капля. Далее Греков ушел в детали. И детали эти, на самом деле, любопытные и важные. В частности, он сообщил, что будет отремонтировано 7 километров дороги Уфа-аэропорт. Но, как говорит Лена Черкова, камон, хватит, это уже вообще не смешно. Ремонтировать дорогу Уфа-аэропорт дважды в год на протяжении последних 10 лет, это уже, ну, на самом деле не вызывает ни улыбки, ни иронии у населения. Мы просто своими глазами видим, как каждый год в эту дорогу вкапывают наши деньги. В конце концов, ну, услышите уже Тимура Рафисовича, который говорил, что единственным решением проблемы трассы Уфа-аэропорт является, на самом деле, бетонное покрытие этой трассы. Существуют расчеты о том, что вот этот асфальт, который без конца слоями кладут на эту трассу, он просто не выдерживает той нагрузки, которую несет эта дорога. Ну, надо искать нормальное решение. В мире есть и более нагруженные трассы. Ну, пошлите туда кого-нибудь на разведку, какого-нибудь, там, не знаю, Тажединово или кто там любит по заграницам поездить. Пускай он посмотрит, из чего сделано. В общем, конечно, вот по Уфе-аэропорту это уже не смешно. Далее господин Греков сообщил о том, что он планирует отремонтировать улицу Революционная. Участок 1,8 километра аж за целые 75 миллионов рублей. Хабиров ему строго заповедал там навести порядок с этими трамвайными путями. Улица Галля, 335 метров к 1 сентября. Греков обещал запустить этот участок, по крайней мере, по его проезжей части. Он уже, видимо, отчаялся сделать все в комплексе. Там бог с ними, с тротуарами, лишь бы проезжая часть появилась. Ну и бульвар Ибрагимова, 1,7 километра. Тут низкий поклон вам, Сергей Николаевич. Вы, наконец-то, обратили внимание на эту улицу. Сколько я там просил Морзаева заняться бульваром Ибрагимова. Ну, все было впустую, но вот что-то начало двигаться. Ну и далее, как выразился сам господин Греков, самое долгожданное. Ну и, понятное дело, речь пошла о улице Комсомольской 8 марта. Сергей Николаевич обещал нам, что ко дню города, 12 июня, будет открыт участок улицы Комсомольской от Мингажева до Айской. Ну, я бы посоветовал нашему мэру начать учить топографию города Уфы. На самом деле, на участке от Мингажева до Айской не существует улицы Комсомольской. Это все та же улица 8 марта. Ну да ладно, человек приезжий, из лесу вышел недавно совсем, 4 месяца всего. Сделаем скидку, но на самом деле надо уже браться за карту Уфы, Сергей Николаевич. Давайте, хватит посолиднее, хотя бы центральную улицу надо запоминать. К 1 сентября господин Греков обещает запустить улицу Комсомольскую до пересечения с улицы Ходи и Давлетшиной, что на самом деле весьма скромный отрезок этой улицы. Ну и остается непонятным, когда же на самом деле вся Комсомольская станет проезжей и пригодной для передвижения. А самое главное, когда и прилегающие территории, и речь идет о тротуарах, бордюрах и прочих вещах, когда это все превратится в нормальное. Господин Греков все время говорил, как и обещали. Хотелось бы напомнить Сергею Николаевичу, что обещали вообще-то в 2020 году уже закончить строительство вот этой улицы и уже просрочен целый год. Хотелось бы задать вопрос, Сергей Николаевич, почему не выдвигаются претензии к подрядчику, который настолько нарушил сроки строительства, можно же что-то с него взыскать, может быть, надо его поменять, не потому ли, что это господин Латыпов, который имеет непосредственное отношение к ассоциации застройщиков республики Башкортостан и тем самым сделался неприкасаемым. Ну, к одним у нас, значит, претензии по любой мелочи, а тут человек огромную магистраль сорвал срок на год и как бы нормально, да? Нет. Давайте-ка мы пойдем в суд, Сергей Николаевич, заявим свои требования, глядишь, вам что-нибудь перепадет в качестве компенсации. Однако претензий у Грекова к подрядчикам нет. Он вообще их характеризует как людей фантастического трудолюбия. Он заявил, что эти люди готовы сутками работать, да вот закон о тишине не позволяет. Знаете, я в минувший вторник был на улице Комсомольской, посмотрел, как там идут работы, и вот мое личное субъективное представление, или то, что я увидел своими глазами, на самом деле можно выразить одним словом – никак. Я не видел ни одного рабочего вообще, от слова совсем, и я не видел ни одного передвигающегося объекта техники, да, никакой техники ни грейдеров, ни тракторов, ни каких-то там экскаваторов. Да, я видел разрушенный асфальт, я видел вот эти вот кое-как засыпанные теплотрассы и прочее, но какого-то оживления в рабочее время днем, в рабочий день там не было. Там, в принципе, вообще движений никаких не было. Так что господин Греков, пожалуй, или кривит душой, или давненько не был на Комсомольской, советую Сергею Николаевичу съездить туда и своими глазами посмотреть, как там убиваются на работах люди Латыпова. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok